Итак, друзья, я всё время мечтал продлить сезон. Этот навес я вам не показывал, потому что он был недоделан, и я его делал, наверное, лет 5 уже. То есть, возводил вот эти замечательные брёвна, которые держат весь свод. Несколько бригад работало на проекте. Мы отдельно, наверное, сделаем чуть позже обзор. А всё-таки хотелось продлить сезон здесь, потому что находится моя гончарная мастерская летняя. И я хотел бы продлить сезон и осенью, и весной, принимать учеников и творить горшки. У меня есть несколько газовых ламп. Конечно же, мы обжигаем керамику, обжигаем и электричеством, и газом. И в том числе хорошо бы этот газ было бы использовать на утепление, на отопление. Ну и также грех не использовать печную энергию. Летняя мастерская, а именно этот навес, сопряжён с печной. В печной у нас множество печей, и после обжига можно открывать дверь, чтобы тепло выходило сюда. Если кто-то давно смотрит мой канал, подписывайтесь, ставьте жирные пальцы вверх. Знает, что я здесь положил сотовый поликарбонат, причём такой крепкий очень, чтобы не пробил град с первого раза, по крайней мере. И тем самым стало теплее в этой мастерской. А ещё, конечно, стало приятно работать и светло работать. И я придумал, чтобы не скрывать всю эту красоту и свет, закрыть плоскости между брёвен плёнкой. Только не обыкновенной, как вот закрывают теплицы, а потолще. Такое решение используют в кафе. Оказалось, что есть решение ещё бюджетнее бюджетного. Если сделать замер самому, и всё-таки технологии приходят и сюда, в отрасль достаточно консервативную. Есть конструктор, в который можно внести размеры прямо с телефона и на почту получить гибкие окна. Ссылки, конечно, я приложу чуть позже, они будут в описании этого видео. Очень просто создаётся заказ, и в конструкторе окон выбирается форма. Выбирается форма окна. Здесь она есть и квадратная, и трапециедальная, и треугольная, какие хотите. Навес вшит, можно сказать, в растительный ландшафт. Здесь даже вырез мы делали под дерево, и даже не одно. Там с обратной стороны тоже у нас несколько деревьев растёт. И здесь можно крепить саморезами прямо в дерево. Берёзу, конечно, дырявить мы не будем. Я пришьюсь сюда, тем самым я сэкономлю и на установке, и на замере. Тем не менее, мне кажется, что если вы сможете померить сами размеры, и ввести их в приложение, а вам потребуется только рулетка, то, я думаю, можно сэкономить и установить и на кирпич, если вы умеете дюбелями врезаться в кирпич и на другие материалы. После выбора формы окна мы вносим размеры. Ну вот, делается это очень просто. Прям набираете в сантиметрах и применяете. И вот у вас размеры начинают видоизменяться. Здесь у нас 2 метра 86 сантиметров. Здесь у нас 17. Вы можете вводить как верхний, так и нижний размер. Он сам их пересчитывает. И вот, смотрите, я здесь, конечно, не отметил. И график вот этот я тоже могу не рисовать. Это я уже для себя нарисовал. Этот чертёж рисует сама программа, которая у вас здесь. И вам до заказа она вам его пришлёт. Этот чертёж можно будет ещё раз его проверить. Вы просто рулеткой измеряете эти параметры и вносите в программу. В данный момент здесь у меня лежит 4 тонны глины. Конечно, я её уберу. И на этом месте мы обычно проводим раку обжиги. Это восстановительные обжиги, когда я беру раскалённую крымку, щипцами её несу прямо из печной, открывая вот эту дверь. И вот здесь у меня находится оборудование. Яма со стружками. Всё это дымит, коптит. И, конечно, я хочу это проводить, в том числе и зимой. И мне нужна здесь молния. Даже не одна, а, наверное, две с вырезом. Я ставлю количество молний. Также всё это делается здесь в приложении. Вот здесь вот есть снизу подсказки. Нажимаете на молнии и выбираете их две. И, в частности, здесь можно задать размеры. Я уже подсчитал. Мне подойдёт 50 см отступ и справа, и слева. Этого достаточно, чтобы вот эту центральную часть скрутить в рулон. Сверху она будет у меня висеть, ну, наверное, на каких-то лямках. Вот сейчас мы это узнаем. И я смогу спокойно с раскалённым горшком проходить прямо сюда. Дальше можно выбрать цвет окантовки. Я хочу светлый, чтобы у меня всё было под цвет дерева. Ну, и здесь можно выбрать несколько материалов. Я так понимаю, здесь можно выбирать люверсы. Это очень экономный вариант, когда можно прямо к люверсам пришиться саморезами. Это самый бюджетный. Можно выбрать крепление. Наверное, мы сделаем подвязки, чтобы можно было скручивать не только на молнии, но и всю конструкцию на лето, чтобы не было здесь очень душно и жарко. И сделаем подвязки. В приложении есть ряд моментов, которые необходимо ввести. И точно нужно учитывать ещё, например, юбку. Мне хочется сделать здесь пол. И пол сделать не земляной, конечно, как сейчас здесь, а деревянный. Я его сделаю попозже, может быть, на следующий год. И я пока не знаю, сколько у меня будет сантиметров отступа снизу. Поэтому я делаю мягкое окно вот примерно до вот этого уровня. А дальше делаю 20-сантиметровую юбку. Юбка из ПВХ непрозрачного. И её, конечно, можно подрезать в зависимости от того, на каком уровне здесь будет пол. Поэтому можно выбрать также ширину окантовки и также длину юбки. Обычной рулеткой я замеряю вот здесь расстояние. Здесь 240 сантиметров. И я буду делать крепление. Смотрите где. Вот здесь и вот здесь. Вот здесь крепление для окна номер один. А вот здесь крепление для окна номер два. Столб у меня очень кривой. Видите, он здесь выпирает. Но тем не менее, из-за того, что я делаю не единую плоскость, всё окно монолитно и очень длинно. А много мелких окон закрываю каждую плоскость своим окном. Я нивелирую вот эти вот изгибы на бревне. Таким образом, окно у меня должно быть очень натянуто и без рельефа. Таким же образом я измеряю все высоты, все длины и завожу все параметры в программу. С учётом того, что у меня широкое бревно, я могу немножко ошибиться. Даже могу множко ошибиться, потому что плоскость бревна у меня аж сантиметров 20 точно. А брёвна у меня здесь сантиметров по 35. Поэтому я могу ошибиться сильно и уже на монтаже эти крепления чуть-чуть двигать. За счёт того, что у меня будет ещё здесь окантовка, а вот тут у меня будет широкая юбка. Ну и давайте посмотрим, что у нас получилось. Программа нарисовала чертёж. Чертёж со всеми параметрами. Ничего здесь страшного нет. Здесь есть у меня два трапециедальных окна и два окна обычных, прямоугольных. Везде есть молнии. Вот они здесь изображены. И вот этим вот коричневым цветом, светло-коричневым, обозначены окантовки и снизу юбка. Соответственно, ещё и параметры. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok Монтаж окон я произвёл самостоятельно. По-моему, замечательно получилось. И теперь всё закрыто от пыли, от грязи, от петухов, которые ходят тут и бьют мои горшки. Оказалось, монтировать достаточно просто. Но главное вывести плоскость. Сначала нужно закрепить крайние точки, вот эти углы. И далее натягивать уже все остальные стороны. Так, чтобы каждый лювер с миллиметра на два, на три смещать в сторону и натягивать окно. Но перетягивать не стоит, чтобы молнию можно было открыть. Пойдёмте, зайдём внутрь. Вот в таком режиме, в принципе, можно было бы эксплуатировать и зимой даже не закрывать. Ветер, если не сильно гуляет, то, в принципе, и пыль туда особо не залетает. И, в принципе, если там тепло, то не сильно тепло выдувает. Пойдёмте. Зажёг я газовую лампу. Таких у меня две. Ещё есть тепловентилятор. И мы, друзья, в принципе, провели здесь две съёмки передач между двумя газовыми лампами. Достаточно тепло. Но зима ещё не пришла. И было бы интересно проверить, можно ли здесь будет лепить зимой или нет. Конкретно на моём объекте необходимо было перенести укосины. Вот эта предыдущая старая укосина, она выступала наружу. И не давала организовать плоскость гибкому окну. Хоть оно и гибкое, и мягкое, но всё-таки выпирание было существенное. И я сделал отдельно новую укосину и вторую укосину. И прикрепил их уже со смещением внутрь. Таким образом организовалась плоскость и берёза не помешала. Ну а вы, друзья, напишите в комментариях, есть ли у вас объект, который вы могли бы закрыть мягкими гибкими окнами, чтобы сделать его, например, теплее. А также приезжайте, друзья, на гончарный интенсив, научиться лепить сказочные волшебные глины. Ну и смотрите, у нас есть плейлист про оборудование, где я рассказываю не только о гибких мягких окнах, но и как сделать стол для гончарной мастерской, какие гончарные круги использовать, какие программаторы, муфельные печи и так далее. Плейлист про оборудование и инструменты. Ну и, конечно, внизу в описании я оставлю ссылку на конструктор. С помощью него вы сможете спроектировать даже с помощью телефона. Такие же окна, как у меня. Их доставят в любую точку России. А с вами был я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. До скорых встреч! Ну вот снег пошёл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok